Мы с вами занимаемся биохимией, все вы теперь многое в этом случае. Знаете про ДНК, знаете про управление признаками организма и знаете теперь после разбора генетики о законных передачах этих признаков. Вот мы попробуем разобраться, как же генетические исследования помогают разбираться с ходом этого процесса. Кто такой наследственные болезни? На самом деле это никакие не болезни, конечно. А, это дефекты, которые... Вот, разберемся. Поймете вы, почему за двумя исключениями во всей культуру мира инцест, то есть близко родственное скрещение, является полностью запретным. За двумя? Да. На самом деле это интересный случай. В любом случае возникает такая ситуация при формировании пульта царя-бога. Если царь считается одновременно богом, возникает логическое логово. Вот смотрите какая. Надо будет женить самостоятельно? Да, да. И тогда у него осталось серповедное... Ой-ой-ой, серповедное заячное имя. Да нет, не обязательно она будет. Важно то, что... Играя с богом, полу-богом, четверть богом... Смотри, здесь же очень простая вещь. Решили, что наш царь-батюшка является не просто человеком в супер-кондиции, а является реально богом. То есть управляющей силой, пришедшей из-за нового мира. Класс. Нужно еще бою. Сложно. Ты давай посмотри. Но тело бога рано или поздно умрет. Да. Так что бог-то персонализован в человеке, а тело все это смертно. Хорошо. Значит, если божественный царь берет в жены не божественную, а земную женщину, у них рождается... Полу-бог. А ведь он божественный, то все нести будет только плавину. Вторая плавина от не божественной матери. Глубого. Он же не бог, он полу-бог. А если матерь полу-божественная? Стоп, стоп. А внук? Значит, это не бог. Четверт бога. И так далее. То есть никакого долговременного культа царя бога не будет. Вопрос. Какие возможные брачные партнеры для царя бога, для того, чтобы создать династию, в которой все поколения были богами? Женщины, сестра, 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 сестра. Значит, первый вариант – родная сестра. Потому что родная сестра произошла от тех же родителей. Так, а если эти родители поразили бога, то они и вторую богиню поразили. Дочка. Второй вариант – это собственная мать. Ну, собственная мать тоже. Вот так. И третий вариант – это собственная дочь. То есть при формировании культа царя бога, вот они, возможные варианты законного наследника крови. А тетя? Что? Тетя уже не подойдет. Тетя – это кто? Это сестра, матеря. Это вот отсюда. Непрямую родственную. А это значит, что возможна примесь другой крови. А здесь примесь крови – это запретный холк. Мы вмешаем божественной земле. Идея понятна? Да. Вот. Когда мы взберемся с вами в сосновной инфляционной династии, увидите, к чему такая петрушка будет приводиться. И тогда, вероятно, поймете, почему в древнем Египте ни одна династия не удерживалась долей четырех-пяти пределов шести поколений. Дальше семена династии. А второй вариант какой? Что? А второй случай как? Инке. Верховный инка у южноамериканских индийцев тоже считался богом. И там совершенно без всякой связи с египтянами возникла абсолютно такая же структура. когда Верховный инка имел право получать наследника крестового только либо от сестры, либо от матери, либо от родной дочери. Только такой наследник мучит обставку. Не знаю, что делать, если у тебя нет родной сестры. Возьмите бы не умудрала и дочери бы тоже. Все династия прервалась. Тебе объясняют, что ты больше ни бог, ни царь вообще звать тебя никак. И вообще лучше бы тебе спрыгнуть вот с этой скалой. Или с той? Это бог в интуиинстве. Нет, лучше именно с этой. А она больше? Завести одну ритуальную скалу для самоубийств в данном случае. А также и бой попавшийся. Вдруг маленький комик уберет. Да. Хорошо.